Мои дреды потеряли форму, на самих дрединах появились вот такие вот жесткие уплотнения И обязательно задаем натяжение Вот это вот самое неприятное Всем приветики, меня зовут Като Сегодня я покажу вам, как правильно делать коррекцию дредиков из своих волос Эти дреды я заплетала чуть-чуть больше, чем 2 месяца назад У меня были свои очень короткие волосы, буквально 5 см, честно, я замеряла в тот день их линейкой Ровно 50 мм было Вот, мы, получается, заплели дреды из моих волос Вот такие они были коротенькие, смешные И дальше, чтобы дреды у меня были длинные, мы делали удлинение дредиков натуральными волосами Уже на стадии заплетения мастер меня предупреждал, что такие короткие волосы будут достаточно быстро пушиться у корня Вот как выглядят мои натуральные волосы И вот здесь вот очень хорошо видно, что прям у корня они вылезли из дредины И примерно 2 недели назад мои дреды потеряли форму И все теперь у меня на голове превратилось в один большой хаос И помимо того, что во все стороны торчат волосы Дело мою прическу в принципе неопрятной На самих дрединах появились вот такие вот жесткие уплотнения Такими прям узелками, которые торчат и топорщатся прям в разные стороны Я думаю, что это произошло из-за того, что я слишком часто мою свои дреды И слишком часто их перекрашиваю Потому что, когда я наношу краситель, я делаю вот такое вот механическое растирание своих дредиков И я думаю, что именно из-за этого на них появляются петли и такие вот комки Одно я знаю точно, мои дреды выглядят сейчас очень плохо И это значит, что пришло время коррекции Корректировать мои дреды сегодня будет Гриша Для тех, кто плотно следит за моим каналом, вы уже наверняка его видели Потому что у нас с Гришей есть уже совместное видео о том, как расплетать мои дреды Ссылочку на это видео оставляю внизу в описании Для тех, кто не знал, основная особенность заплетения дредиков из своих волос заключается в том Что это не самая приятная, я бы даже сказала, болезненная процедура Честно говоря, я не планировала делать коррекцию через 2 месяца Планировала походить до коррекции примерно полгода Но, как вы видите, они в таком состоянии, что тут уже без вариантов нужно делать коррекцию Гриша, расскажи, пожалуйста, почему на них появляются петли, все вот эти вот комки И как часто нужно делать коррекцию Итак, дреды в данном случае у нас были заплетены с использованием натуральных волос И такой материал довольно капризный в носке Первое время он может довольно сильно деформироваться Происходит это по ряду следующих причин Если мы слишком часто и быстро начинаем окрашивать дреды Если дреды часто находятся в спутанном состоянии Ну, в плане собранной прически, пучки, хвосты То есть идеальный вариант для дредов это распущенные дреды на первое время В идеале за дредами нужен следующий уход Более редкое мытье и периодически нам нужно скатывать дреды по длине Тем самым разравнивая все возможные неровности и искажения, которые могут появиться А так в целом коррекция делается, конечно же, на усмотрение клиента И бывают клиенты, которые делают коррекцию раз в три недели А кто-то приходит раз в два года Средний, наверное, вариант это все-таки раз в два-три месяца От чего это зависит? По-разному На это влияют структура своих волос И опять же, ну, то, как клиент с ними обращался Итак, давай подытожим Дома, чтобы за ними ухаживать, их нужно вот так вот постоянно подкручивать у корня И прокручивать по длине Правильно я понимаю? Да Дело в том, что когда дред отрастает, бывает так, что отросшая часть сама не превращается в спутанную прядь Более тонкая, да, получается у корня? Да, и получается дред прям болтается на волосах Для этого в идеале периодически раз в несколько дней Брать дред двумя пальцами и круговыми движениями начинаем спутывать эту отросшую часть об корне Получается, отросшие волосы начинают комкаться и дред наполняется Он увеличивается в объеме у корней И те клиенты, которые делают постоянно такое движение Они получают то, что дреды у них сами формируются и растут То есть, в принципе, при большом желании постоянной такой проработки дреда Можно вообще не приходить на коррекции Также важная тема прокатывать дред по длине Что это дает? Мы выравниваем все возможные искажения, неровности и недочеты дреда Для этого мы немного растягиваем дред и обязательно задаем натяжение 90 градусов При которых создается, так сказать, воображаемая ось, вокруг которой скатываются все бугорки, петельки, прядочки и так далее Единственная ошибка, которую можно допустить при таком скатывании Скатывать дреды без оттяжки Если мы скатываем дред на весу, то в этом месте у нас происходит деформация Поэтому не важна частота, скорость Главное создавать оттяжку, при которой все разравнивается и уравнивается Дред даже без коррекции уже начинает выглядеть, как будто его только что подплели Давай оставим? Нет Давай так оставим, мне уже нравится Итак, сразу мы можем заметить разницу дред до коррекции в довольно таком жестком состоянии И дред после корректировки Кто чаще всего запытает дреды? На самом деле нету какой-то четкой направленности и принадлежности Дреды это прежде всего удобная прическа, с которой многие клиенты избавляются от таких моментов, как укладки Каждое утро ты просыпаешься, у тебя готовая прическа на голове И это прежде всего время, внешний вид И люди, которые приходят на заплетение, совершенно могут быть из разных сфер То есть ко мне приходят и медработники, и работники из банковских сфер Наверное, единственное, кого у меня не было, это только пожарников пока что Но я их и жду Так, как происходит коррекция? С помощью специального крючка наша задача спрятать все, что распушилось, выбилось, вылезло Все спрятать вовнутрь Мы просто берем крючок и начинаем мучить своего клиента Говори прямо Вот это вот самое неприятное получается по ощущению Да, самая ощутимая часть это корни, потому что здесь волосы не закреплены И наша задача зафиксировать их, чтобы они не расплетались Когда мы начинаем отходить от корней, клиент уже меньше чувствует дискомфорта И в конце еще раз разравниваем дред Задаем ему нужное направление Ну что, прошло 3 часа Мы заканчиваем Я надеюсь, что это последняя дредина на сегодня И это тот самый случай, когда красота требует жертв Мы закончили Что я могла вам сказать? Любите свои дреды, правильно за ними ухаживайте И вовремя ходите на коррекции Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным Спасибо вам за просмотр Ставьте пальчики вверх Меняйтесь, улыбайтесь Даша, поехали Все, не знаю Мы закончили Надеюсь, это видео для вас Для вас